Дела у Жанны Фриске, похоже, совсем плохие. Родственники сегодня признались, что у певицы рак и попросили всех молиться за нее. По некоторым данным, у нее опухоль головного мозга четвертой степени. Жанна срочно покинула Россию и сейчас, скорее всего, находится в больнице в Майами. Светлана Чабан выясняла, чего ждать дальше. Еще несколько дней назад мы могли позволить себе поверить, рак у Жанны Фриске это просто утка желтой прессы. Но факты складывались неумолимо. В аэропорту Шереметьево, где почти неузнаваемую певицу засняли на медицинской каталке, подтвердили. Она действительно улетела за границу. Телефон Жанны все эти дни не отвечал. И вот сегодня заявление ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева на официальном сайте Фриске. Нашей семье выпало суровое испытание. Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за нее и ни на минуту не перестаем верить. Мы обращаемся ко всем с единственной просьбой. Поддержать нас добрым словом и молитвой. Пока из неофициальных источников стало известно, у Жанны Фриске опухоль головного мозга. Неоперабельная, на последней четвертой стадии. Такой ситуации обычно прописывают уже только симптоматическое лечение. Учитывая такую, так сказать, агрессивность, эта опухоль развивается в короткий промежуток времени. И, как правило, эта длительность заболевания составляет в пределах одного месяца. Полгода назад 38-летняя Жанна Фриске родила своего первого ребенка. И вот теперь страшный диагноз. Многие в связи с этим вспоминают первую жену актера Константина Хабенского. У нее тоже обнаружили опухоль мозга спустя 4 месяца после довольно поздних родов. Врачи не утверждают, однако именно беременность могла спровоцировать болезнь. А коллеги Жанны Фриске надеются, певица поправится. Я не встречал людей более рациональных, с одной стороны, но более ярких, эмоциональных, артистичных, чем Жанна Фриске. Кое-кто из коллег Жанны Фриске подозревает все дело в омолаживающих стволовых клетках. Ведь после внезапной смерти тоже от рака актрисы Анны Самохиной ходили упорные слухи, что в ее организме стволовые клетки начали бесконтрольно размножаться и перерождаться в злокачественные. Но Жанне они были не нужны, уверены те, кто работал с ней бок о бок. Катрина Рвиза, участница реалити-шоу, которую в Вилла Фриске вспоминает, на съемочной площадке красавица-певица была кумиром для всех. В истории российского шоу-бизнеса есть примеры, когда жажда творчества помогала вылечить рак. Именно так произошедшее с ним чудо объясняет солист группы «Нана» Владимир Левкин. У него была последняя стадия с метастазами во всех органах. Но победив болезнь, он не только снова вышел на сцену, но даже еще раз стал отцом. Я вставал утром, читал письмо, а почему я еще не на гастролях? Я всех спрашивал вокруг, почему мы еще не поем, почему мы не записываем новые песни? Пока в происходящее с Жанной Фриске не могут поверить ни поклонники, ни коллеги певицы. Артистки, с которыми Фриске выступала в группе «Блестящая», говорят, что в шоке и не дают комментариев. Мало кто на российской сцене сделал такую фееричную карьеру, как Жанна Фриске. За 15 лет она выросла из той черненькой, из девчачьей группы, в звезду первой величины и настоящий секс-символ. А после скандала с ее продюсером, который попытался отнять у певицы имя, стало совершенно понятно. Жанна Фриске незаменима. Она была и остается символом красивой жизни, кумиром миллионов. Телеведущая подруга Жанны Фриске Лолита Милявской начала сбор средств среди коллег-артистов. Деньги передадут семье Жанны. Ее друзья уверены, всесторонняя поддержка и внутренняя сила, которой славится певица, окажутся сильнее даже самого страшного диагноза. Светлана Чабан, Адана Голостян, Кирилл Пекторинский, РНТВ.